Сегодня мы с вами поговорим о творчестве Алексея Фёдоровича Козловского. Алексей Фёдорович Козловский – это одна из, пожалуй, самых ярких фигур в композиторской школе Узбекистана. Прекрасный композитор, дирижер, музыкант, педагог, собиратель музыкального фольклора, музыкальный деятель масштабов, которые, наверное, сопоставимы с выдающимися деятелями русской и советской культуры. О каждой из ипостасей его творческой жизни можно говорить отдельно, но формальным поводом для нашего разговора послужила недавно состоявшаяся годовщина 110 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Козловского. Фигура весьма значительная, и он связан со своей эпохой, 30-е, 40-е годы. Он был дружен, общался со многими выдающимися людьми того времени. Например, возьмём его творчество как музыканта, как дирижёра. На протяжении многих лет он был главным дирижёром и художественным руководителем симфонического оркестра Узбекской филармонии. За это время им было проведено более 400 концертов. Охвачен огромный репертуар из многих стран композиторов Европы и Америки и России и особенностей, конечно, Узбекистана. Он обладал феноменальной памятью музыкальной. И есть очень интересное свидетельство, которое я записал ныне здравствующего композитора Мустафо Бафоева. Мустафо Бафоев был учеником Козловского по инструментовке. Вот он рассказывал мне. Он был гениальным композитором. У него была фантастическая память. Однажды я принёс ему своё сочинение. Он поиграл и говорит. Ваша мелодия напоминает такое-то место из симфонических танцев Рахманинова. Я стал возражать и говорить, что не смотрел это сочинение. Тогда Алексей Фёдович сказал. Возьмите там на полке вон ту партитуру. Откройте такую-то страницу и поиграйте. Я взял, открыл и стал играть. И действительно, этот фрагмент был очень близок к моему сочинению. Вот этот вот несколько забавный эпизод, который характеризует, как частный случай, феноменальные способности композитора и музыканта Алексея Фёдовича Козловского. В истории музыкальной культуры Узбекистана он остался как автор многочисленных сочинений, преимущественно симфонической музыки. Его, так сказать, коньком, что ли, его излюбленной формой была поэма, симфоническая поэма. Малая, вообще симфоническая миниатюра. Поэма, сюиты. Из них, например, очень широко известна ферганская сюита Лола, сочиненная в 1937 году. Через год после приезда в Узбекистан. Симфоническая поэма Танавар, поэма по прочтению Айни, индийская поэма и многие другие. Если бы даже он после себя оставил вот только симфоническую сюиту, ферганскую сюиту Лола и, скажем, Танавар, симфоническую поэму и сочинение для голоса с симфоническим оркестром Танавар, то есть это был целый своего рода цикл, созданный на образы Танавара, то этим бы он уже обеспечил себе место в истории музыкальной культуры Узбекистана. И, естественно, не только Узбекистана. Но есть и одно произведение, которое стоит особняком его творчества. Это монументальная опера Улукбек, историческая опера, созданная в традициях русской исторической оперы XIX века, которая была завершена в первой редакции в 1942 году, поставлена в Ташкенте, впоследствии была создана вторая редакция. Это как бы опера, которая рисует очень драматический период в истории развития Средней Азии и Узбекистана, который связан с личностью выдающегося астронома, деятеля культуры Улукбека. Есть, конечно, и другие целый ряд произведений Козловского, которые также не менее значимы. Но, как я уже упомянул, его балет Танавар, лирический, романтический балет, замечательный. Много обработок музыкального фольклора, много романсов. Вот, например, недавно на одном развале в Ташкенте я обнаружил и приобрел партитуру Алексея Федоровича Козловского романса «Любви» на словах Шатару Ставери. Это подлинный оригинал, который был создан в 1938 году. В годы войны были созданы целый ряд песен оборонного характера. Но можно перечислять этот ряд и рассказывать и дальше о его творчестве. Но, в том числе, скажем, его музыки, кинофильмам, вот его знаменитый фильм 1946 года «Похождение на Среддина». Любители поэзии, любители истории и культуры знают Алексея Федоровича Козловского и вообще Козловских как людей близких и находившихся в дружеских отношениях с Анной Андреевой Ахматовой на период ее эвакуации в Ташкенте и после на протяжении многих лет. О Козловском я многое узнал от Галины Ломгвины Геру с Козловской, супруги Алексея Федоровича. Мне посчастливилось войти в круг людей, которые общались с ней в последние годы ее жизни. И благодаря инициативе узбекистанского музыковеда Светланы Кахаровны Матьякубовой были организованы такого рода встречи, беседы. И там, в ходе этого общения раскрылись многие интересные детали из жизни самого Алексея Федоровича Козловского, его творчества, много интереснейших историй и сюжетов мне довелось услышать беседу и расспрашивая Галины Ломгвиновну. У меня, к сожалению, не было в то время диктофона, и я, приходя домой, немедленно фиксировал вот в этой тетради свои беседы, свои вопросы, и таким образом что-то сохранилось для себя. Ну, например, вот помнится такой, казалось бы, маленький эпизод, когда в одном из застолий Галина Ломгвиновна обратила мое внимание, что рюмка, из которой я пью вино, была любимой рюмкой Анны Андреевны Ахматовой. Я, конечно, вот волнение чуть было ее не разбил. На моей памяти эта рюмка была сиреневого цвета. И вот Галина Ломгвиновна подчеркивала, как тяжело человеку такому таланту и человеку, который обладал и нес через всю свою жизнь определенные принципы, было жить в обществе в 30-е годы, в обществе, которое было насыщено, конечно, и не только позитивными, но и негативными такими моментами, прежде всего, конечно, с человеческой завистью. Сама Галина Ломгвиновна, о которой нужно говорить отдельно, и, к сожалению, мы не можем долго о ней говорить, она была совершенно одаренным и талантливейшим человеком. Мало того, что она была неизменным либретистом для крупных произведений Козловского, для его оперы «Лукбек», для «Танавар», балета, она написала либретто, она в последние годы жизни в ней проснулся талант скульптора, и она создала замечательные образы скульптурные в мелкой пластике из глины. Я не знаю судьбу этой скульптуры, поскольку это было сделано из глины, и не исключено, что она уже пропала. И вот, кроме этого увлечения скульптурой, Галина Ломгвина оставила замечательные воспоминания. Замечательные воспоминания. Вот это воспоминания об Анне Андреевне Ахматовой, которые вышли сначала в журнале «Звезда Востока» в 90-м году. У меня вот экземпляр, который был подарен мне Галина Ломгвина, с ее пометками «Восточный полдин Анны Ахматовой». А затем ее воспоминания, которые появились в трех номерах журнала «Музыкальная Академия» уже в 94-м году. Это журнал «Бывшая советская музыка». Здесь появились ее воспоминания, которые представляли собой целую книгу, но только их фрагменты были опубликованы, и они названы так. «Дни и годы одной прекрасной жизни». Воспоминания композитора Алексея Козловского. Вот эти воспоминания, они, во-первых, по своим художественным достоинствам, документально-художественным достоинствам, это просто замечательное, скажем так, произведение. Ну и естественно, что они несут в себе огромную и ценную информацию об этом человеке, о ее близком человеке, о том окружении талантливых людей той эпохи, которые дружили с Козловскими, посещали их, беседовали, общались с ними. Вот, основываясь на этих воспоминаниях и на моих личных, как бы, сведениях, я бы хотел немножко, конечно, рассказать об Алексею Федоровичу Козловскому. Но у меня был тоже небольшой эпизод, еще будучи студентом, мне посчастливилось услышать Козловского на одной из встреч. Тогда я учился на кафедре восточной музыки в Ташкентской консерватории, и руководитель кафедры Файзула Музафарович Караматов организовал встречу с Алексеем Федоровичем Козловским. Он уже был, конечно, в возрасте, человек больной, он умер в 1977 году. И мне запомнились отдельные, во время этой встречи с студентами и преподавателями кафедры, запомнились отдельные глубокие рассуждения, хотя я был еще совершенно молод, и, так сказать, не понимал суть происходящего. Он рассказывал, мне запомнилось одно его блестящее сравнение, его метода работы с народной музыкой. Он говорил, что народная музыка прекрасной мелодии узбекской, это как прекрасная женщина, красивая женщина. И задача эту женщину украсить, найти такие украшения, чтобы она была еще более прекрасной. Вот это образное сравнение мне почему-то очень врезалось в память и запомнилось на всю жизнь. Оно характеризует и творческий метод самого Алексея Федоровича Козловского. Переходя к его, так сказать, вехам его биографии, о которых, конечно же, можно подчеркнуть сведения сейчас и в интернете, и в публикациях, я только отмечу некоторые штрихи из них. Это, во-первых, его блестящее раннее дарование, которое пробудилось уже в раннем детстве. Его, он уже в 11 лет, он уже поступил в Киевскую консерваторию по классу композиции специального фортепиана. Но началась, как вы знаете, в те годы революции, гражданская война. Семья переехала в деревню Масловка, где музыкальный опыт юного Козловского был продолжен. Потом семья переехала в 20-е годы в Москву. И здесь, после окончания музыкального техникума, Алексей Козловский поступил в Московскую консерваторию. И он попал в класс композиции Николая Яковлевича Мясковского. Так вот, обучаясь у Николая Яковлевича Мясковского, Алексей Федорович усвоил те принципы, те традиции, глубокие традиции русской композиторской школы, выразителем которых был Мясковский, ученик Николая Андреевича Римского-Корсакова. Помнится, как-то наш уже упомянутый мной композитор Мустафо Бафоев рассказал эпизод о том, как Алексей Федорович сказал ему, «Мустафо, вы мой ученик, а я ученик Мясковского, а Мясковский ученик Римского-Корсакова. Значит, и вы причастны к этой школе Римского-Корсакова». Вот что-то в этом роде было рассказано, Алексей Федорович был большой человек с юмором. Но в этом видится своеобразная цепь, то, что на Востоке называется «сельселя», «сельселя» преемственности. После того, как Козловский закончил обучение, закончил консерваторию, случилось известное событие в политической жизни Советского Союза за то время, убийство Кирова, после которого развернулись в стране репрессии. И Алексей Федорович тоже был доставлен на Лубянку и он отказался подписывать какие-либо документы или доносы. И поэтому он был выслан на три года в Ташкент без права посещения, проживания в шести, впоследствии в шести крупнейших городах Советского Союза. Этот эпизод обычно отсутствовал в публикациях в Советском районе. Во всех биографиях, во всех справочниках, допустим, Союзов-композиторов просто сообщается, что Козловский переехал в 1936 году. На самом деле он был выслан в Ташкент в это время. И годом позже, вот это интересный факт, годом позже в Бухару был выслан искусствовед Лазарь Зрайч Ремпель. Это тоже впоследствии крупнейшая фигура, можно сказать, один из основоположников искусствознания в Узбекистане. И судьбы этих двух людей пересеклись позже. Они стали близкими, очень близкими друзьями. Но вот, когда Козловский приехал в Ташкент, в первый же день он в поисках своего места проживания, в Махале и Горчи, они с супругой бродили по Ташкенту. И первый же день пребывания в Ташкенте оказал на Козловского феноменальное воздействие. Были некоторые как бы знаковые вещи, о которых пишет Галина Лонгинова. Это как они забрели в Махалю, и вот из одного дувала, из такой старой постройки традиционной, вышла девочка 13 лет приблизительно, потом опять исчезла, и вдруг повторно вышла и вручила Алексею Федоровичу красную розу. И Алексей Федорович был поражён и сказал, вот так встречает меня Восток. Он сказал эту фразу, которую запомнил Галина Лонгинова. Это очень символическая, казалось, мимолётная сцена врезалась навсегда в память Козловского. Он тогда уже стал говорить, какие люди, какие красивые люди. Ему всё здесь буквально его поразило. А когда он познакомился в это же время с традициями жизни узбекского народа, он был просто поражён и полюбил этот край навсегда. И вот буквально через год он написал своё замечательное произведение «Ферганская сьюит у Лола», о которой я уже говорил, и Галина Лонгинова сказала о ней. Это первое признание в любви узбекскому народу. Действительно, это замечательное произведение, мы о нём ещё будем говорить. Вот в это время, с 1938 по 1941 год, Козловский уже работает дирижёром узбекского оперного, музыкального театра, впоследствии это театр оперы и балета имени Наваи. Начинается война. В годы войны Козловский активно подключается к созданию патриотических произведений. Вот, например, некоторые из его произведений, созданных в те годы. «Справедливый поход», «Ты летает важным соколом». Это все на тексты поэтов, патриотические тексты того времени. «Жизнь за Родину» и так далее. Более крупные музыкально-драматические сочинения это уже времени известны. В 1944 году Козловский становится уже педагогом консерватории, заведует кафедрой композиции. Здесь он до 1954 года руководит кафедрой композиции. Параллельно он работает главным дирижёром и художественным руководителем симфонического оркестра Узбекистана. И ведёт очень активную работу как собиратель музыкального фольклора. Он посещает ряд городов – Бухару, Самарканд, записывает много, более трёхсот только узбекских мелодий было им записано. А ведь ещё он записал много уйгурских, дунганских и других мелодий, других народов, которые в это время проживали в Узбекистане. Он занимается и подготовкой молодых композиторов. Среди его учеников Икрам Акбаров, выдающихся композиторов Узбекистана, Козловский был очень дружен с Муталем Бурхановым. Он очень ценил его мелодический дар, его мелодические способности. И вот, например, мы видим, как здесь есть дарственная надпись Козловского на издании «Ферганская сюета Лола», где он пишет дорогому другу Муталю Бурханову как маленький залог большого уважения и искренней любви. Он очень высоко ставил Муталя Бурханова как композитора, который хранит традицию и очень бережно относится к традиции. В 1942 году Козловский завершает свою грандиозную монументальную оперу, о которой упоминал Улук Бек. И Козловский, кстати, был одним из тех, кто присутствовал на вскрытии захоронений в Гуре и мире. Есть замечательные в воспоминаниях Козловского свидетельства о том, как он, уже завершая оперу, создание оперы, посетил Михаила Михайловича Герасимова, известного советского, российского, русского антрополога, с тем, чтобы увидеть череп Улук Бека. Это происходило в Академии наук. Вот я зачитаю этот небольшой эпизод, который показывает, насколько было отношение Козловского глубоко проникновенным к тому, что он делал, создавал эту оперу об этой исторической личности. Мы пришли в Академию наук, как условились, ровно в девять вечера. Михаил Михайлович привел нас в небольшую комнату, уставленную деревянными шкафами. Лампа без абажура освещала старый стол. Алексей Федорович положил на него рукопись своей оперы. Речь идет о опере Улук Бека. Герасимов принес сначала черепа, безумного Мираншаха и Шахрука, отца Улук Бека, а затем Тимура и самого Улук Бека. Мы с одраганием посмотрели на голову Улук Бека. Поврежденная ударом меча челюсть сверкала сахарной березной при свете голой лампы. Позднее Александр Александрович Семенов нам сказал, что убийца Улук Бека явно волновался, и его смертоносный удар пришелся не по шее, а по нижней челюсти. Михаил Михайлович деликатно вышел, оставив нас одних с героем нашей оперы. Мы глядели на пустые глазницы, где когда-то светились глаза, глядевшие на звезды и постигавшие тайны неба. В этой голове царил все помнящий ум и рождались слова мудрости и любви, гнева и печали. Вот тот, вот он тот, которого мы так долго любили и, вероятно, идеализировали, так как он представлялся нам совершенным воплощением человека, чей дух вырвался на свободу научного познания мира, а чувства были отданы всем радостям и великолепием жизни. В нашем представлении это был гуманист, которого породил краткий век того, что мы теперь называем Восточным Ренессансом. Алексей Федорович взял в руки голову Лукбека, поцеловал и положил на последнюю страницу оперы, где повествовалась о смерти героя. И рукопись словно вобрала в себя тайну этой давней смерти, а белая голова касалась страницы и сверкала как доказательство давнего злодеяния. Простившись со своим героем, композитор написал под последней строчкой, что такого-то числа, такого-то года здесь лежала голова Лукбека. Мы все четверо, Алексей Федорович, его брат, я и Михаил Михайлович Герасимов поставили свои подписи. Но нужно сказать, что, как я уже сказал, вот Алексей Федорович присутствовал на вскрытии гробницы Тимура Лукбека, и это произвело на него очень сильное впечатление. А ведь он был человеком чрезвычайно эмоциональным и очень ранимым и очень восприимчивым. Нужно ли напоминать, что данное вскрытие произошло буквально накануне Великой Отечественной войны. То есть оно было завершено 20-21 июня. Продолжалось почти неделю это вскрытие, и там присутствовали многие известные люди того времени. Но нужно сказать, что судьба благоволила Алексею Федоровичу Козловскому и его окружали очень хорошие преданные люди, которые составляют вот цвет той эпохи, я имею в виду 30-е, 40-е, 50-е годы. Он был знаком с Виктором Александровичем Успенским, он дружил с Устумумином Александром Васильевичем Николаевым, с Волковым Александром Николаевичем, с Лазару Зрачем Ремпелем и многими-многими другими. Я вот назвал только несколько имен через которых, через отношения с Козловским, через их дружбу можно высветить творческие принципы самого композитора. Калина Лондон рассказала мне такой эпизод, что после выхода из заключения Виктор Александрович Успенский пришел, как она сказала, не к себе домой, а сначала к нам. Он пришел, обнял Алексея Федоровича Козловского и заплакал. Дело в том, что эта страница истории жизни Виктора Александровича Успенского, она практически неизвестна или малоизвестна в истории музыкознания Узбекистана, что он все-таки был посажен, был обвинен. Но мы знаем о том, что в 30-е годы на него было много, против него было целый ряд выступлений. Но нельзя сказать, что были гонения в те годы, но были люди, которые из зависти, возможно, подвергали резкой критике творчества Успенского и его защиту Макомов. И вот после того, как он отсидел три года, он вернулся и поблагодарил, и был благодарен Козловскому, потому что Козловский никак не участвовал в той развязавшейся, так сказать, травле старого деятеля культуры Успенского и отказался подписывать какие-либо документы и доносы и так далее. Был дружен, как я сказал, Козловский с Устамумином. Устамумин ведь иллюстрировал, создавал эскизы костюмов и сценографию к его опере Улукбек. И замечательные эти эскизы, они сохранились, и вот мы их можем увидеть и вызвано в виде его декорации, костюмы к опере, они опубликованы и он неоднократно встречался, общался с Устамумином. Вот здесь, вот в этом издании есть и целый раздел, посвященный опере Улукбек, который запечатлел и образцы его костюмов. Ну, а в кабинете Козловского была, висела знаменитая картина Устамумина, одна из его знаковых картин, созданная в 1928 году «Дружба, любовь, вечность». Это очень такая картина с она метафорическими, так сказать, идеями, сюжетом. В ней отражена некая притча, по всей видимости, суфийского задержания. И мне довелось ее неоднократно видеть еще в 90-е годы, когда мы встречались с Галиной Лонгиной у нее дома и рассматривать ее вблизи. И Галина Лонгина рассказала мне историю, легенду, связанную с сюжетом этой картины. Она как бы трехплановая, там на первом плане изображены двое юношей в мусульманских одеяниях, на втором плане они уже старцы, и третий план это мазары, и согласно рассказы Галины Лонгиновны очень интересному эти юноши, которые относились с нежностью и симпатией друг к другу, один из них ушел, он ушел совершать по-видимому хадж, или уехал в какую-то ушел в другую страну, и следы его пропали, и он пропал, и вот второй уже в старости отправился на его поиски, нашел его и вернул, он уже потерял зрение, и вот эта идея верности и любви, и вечности любви, безусловно здесь присутствует и религиозно-мистическое начало, она была запечатлена вот на этой замечательной картине, и вот при всем при том нужно сказать, что Алексей Федорович в меньшей степени отражал творческий метод устомумина, который тяготел больше к мистическим и таким ориентальным таким мотивам и идеям в своем творчестве, в большей степени все-таки он был близок другому своему современнику Александру Николаевичу Волкову, автору знаменитой Гранатова Чайханы. Вот был один очень интересный эпизод, мне довелось быть консультантом по музыке в фильме, посвященном Волкову, «Судьба моя, земля моя», которую снял режиссер Назима Базов. Фильм как раз представлялся и была устроена презентация его в галерее национального банка и там присутствовал сын Волкова Александр Александрович, Александр Александрович. После того, как он посмотрел фильм, он был приятно удивлен и сказал, как это вы, как вы додумались дать этот фильм на фоне Тановар, фердгантской суеты роли, ведь это так, эти люди так были близки. И вот они здесь в этом фильме наконец встретились и их творческие позиции были очень близки. Действительно, вот это единство такого эстетизированного восприятия Востока, но не мистического, оно очень близко у Козловского к творчеству Волкова. Он, несомненно, конечно, был продолжателем вот этой идеи новой русской школы, но у него доминировало вот то ощущение празднества, празднества, как некой народной философии, философии и образа жизни, то, что мы находим и у Волкова, глядя его картин, где дух вот этого народного торжества, народной радости, оптимистического взгляда на мир, жизнелюбия, что ли, в единстве с природой, оно вот находит отражение в его музыке, у Козловского, конечно, не во всей музыке, естественно, так же, как мы находим это и у Волкова. И вот эти параллели совершенно очевидны, но можно сказать, что так же, как и Волков, Козловский писал стихи, он был замечательным поэтом, но так же, как и Волков, эти стихи не предназначал для печати, эти стихи становятся нам известными только сейчас. Вот, рассматривая эту линию его отношений с художниками и искусствоведованием той эпохи, конечно, как я уже назвал, очень интересные были наблюдения Лазаря Зряча Ремпелева. Лазаря Зряча Ремпелева в своих воспоминаниях пишет, что он, Козловский, был для него одним из самых близких друзей. В прошлом он работал в Мариинском театре в Ленинграде, был дирижером прославленного музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. В воспитанные традициях русской классической музыкальной школы он удивительным образом сочетал в себе Восток и Запад. То он писал Лолу, горную суету, узбекскую танцевальную суету, каракалпакскую суету, праздник урожая в национальном колорите без подражания узбекским мелодиям, то оранжевал и перекладывал для голоса оркестра песни. Я пишу так подробно о творчестве Алексея Федоровича не только потому, что нас связывала многолетняя дружба. Ее разделяла и Галина Лонгина и Герус, его спутница жизни и автор либретта ряда его произведений. На стене его рабочей комнаты рядом с Раэлем висела одна из лучших работ у Сто Мумина «Дружба, любовь и вечность». Я вот коротко здесь считаю. Алексей Федорович очень дорожил работами Николаева и мы часто возвращаясь к разговору об ориентализме в искусстве, вообще и об этой работе в частности. Должно ли искусство выражать эстетических эти личности автора или типических черт нации и так далее. Вот он рассуждает здесь о том, какие, собственно, темы они обсуждали. И в других своих воспоминаниях Лазаря Израильевича, которые не опубликованы, здесь есть очень интересные уточнения. Он приводит, в частности, слова Козловского, который часто повторял эти слова при встрече. Когда они спорили, он говорил Лазарю Израильевичу Ремпелю «Люблю Восток, ненавижу Ориент». «Люблю Восток, ненавижу Ориент». И вот Лазарь Израильевич поясняет, «Наши беседы протекали за чашкой чая или рюмкой горячительного в финском домике Козловского в Ташкенте. Здесь его окружали преданнейшие друзья, благородный египетский журавль, рыбки в аквариумах и домашние животные. Старшим среди них был серокрылый и длинноногий журавль-гопи, встречавших вошедшего изящным танцем. Мы касались большого круга проблем, вопросов. Классика и классицизм и их отношение к романтизму, смысл и судьбы современного неоклассицизма, восточноевропейский романтизм, символизм и его преломление в сюрреализме. Всплывал вопрос и об основных тенденциях современного искусства, о бездуховности и культуре на одном полюсе художественных исканий и о вульгарном материализме на другом. Говорили о многом другом, что не мешает не волновать современника». Вот эти беседы, они обогащали обоих и Ремпеля, и Козловского, который, как это показывает в своих воспоминаниях, неопубликованных воспоминаниях Ремпеля, обладал, конечно, очень стройной системой своих взглядов и представлений. Можно говорить о его, так сказать, художественной концепции освоения Востока. Вот можно как бы выделить на три линии в его творчестве. Если попытаться это огромное наследие, как-то хотя бы обобщить, то можно, я бы выделил такие три линии. Это вот первая линия, это дух народного празднества, как это смыслообразующая парадигма народного космоса, говоря современными представлениями, народного мировосприятия. Это одна из таких концептуальных линий в его творчестве. Она отражена во многих произведениях и прежде всего в упомянутой мной знаменитой в Ферганской суете Лола. Вторая линия, это интерес постижение внутреннего духовного мира, чувственной эмоциональной жизни, надежд, мечтаний узбекской женщины, выраженной в сложном, противоречивом и трагическом социальном контексте. Ярче всего она проявилась вот в теме Танавар. К этой теме композитор обращался на протяжении всей своей жизни. Можно говорить о каком-то, так сказать, целом, ну, не сказать, что цикл, но это определенная последовательность, которая углубляла и развивала эту тему, этот образ Танавара. Этой традиционной узбекской песни, которая была когда-то напевно сообщена, ее напела Козловскому известная певица Халима Насырова в 30-е годы, она напела ему, и он создал свое первое гениальное произведение, это произведение для голоса с симфоническим оркестром Танавар. Несколько позже он переработал его симфоническую поэму Танавар, а потом уже в 66-м году создал свой знаменитый балет Танавар. Вот это как бы вторая линия. И третья линия это осмысление исторических судеб узбекского народа как участника становления вот этой исторической драмы, драмы истории, которая, конечно, проецируется на судьбы людей. И вот через судьбы людей, исторических персонажей, эта тема интереса к историческому прошлому, Средней Азии, Узбекистана, она получает разработку и, прежде всего, конечно, в его опере Улукбек. И вот я напомню эти слова, которые он неоднократно говорил Козловскому Ремпелю, что я люблю Восток, ненавижу Ориент. И Козловский Ремпель замечает, Алексей Федорович был упоен Востоком, но не как археолог или этнограф. Нет, его интересовали глубины духа народа. Вот это первое его произведение, первые, так сказать, линии его творчества, его ферганская суета Лола, она пробуждает прямые ассоциации с творчеством французских импрессионистов, французских композиторов-импрессионистов. И прежде всего Дюбиси, на этот факт уже обращали внимание, и даже конкретно на такое произведение Дюбиси, как и Берия. Эта суета Лола состоит из трех частей. Первая часть сбора и провода лолочей на базарной площади, вторая часть, которая буквально поражает своим эпрессионистическим духом, это ночь в садах Терганы, и третья возвращение лолочей, шествие с тюльпанами. В принципе, можно ее рассматривать и как музыкальную реконструкцию, современную для времени козловскую реконструкцию древнего доисламского музыкально-поэтического ритуала, связанного с появлением тюльпанов, с приходом весны. И вот эта традиция сбора тюльпанов и проведения соответствующих ритуалов, она послужила основанием, она подтолкнула козловского для создания такого обобщенного образа и жизни народа, яркой, и его музыкального выражения. Но нужно сказать, что у этого произведения была счастливая судьба, но, к сожалению, в наше время оно надолго вышло из репертуара музыкантов. Мне вот неизвестны, к сожалению, последние годы попытки возродить это произведение, конечно, которое нужно отнести к шедерам узбекской музыкальной культуры. Таким образом, конечно, вот Алексей Федорович Козловский, как композитор, он воспитанник русской классической школы, новой русской школы, точнее, того ориентального направления в ней, которое связано с именами целого ряда композиторов, и прежде всего, конечно, Римского Корсакова. Здесь возникают прямые параллели между тем ярким, совершенно уникальным звучанием симфонического оркестра, скажем, в Шахире сзади у Римского Корсакова и у Алексея Федоровича в его лоле и других произведениях. Так вот, он, продолжая эту линию, он ее как бы основательно заглубил на национальном материале Узбекистана. Отдельная, яркая и очень интересная страница биографии Козловских и Алексея Федоровича Козловского, и Галины Лонгиновой Козловской, это их дружба с Анной Андреевной Ахматовой, которая не только ограничивалась с периодом войны, но и позже, после войны они поддерживали отношения. И я предполагаю посвятить следующую нашу специальную лекцию, в которой мы подробно остановимся на их отношениях и о том, как их творчество влияло друг на друга, как они вдохновлялись творчеством друг друга и как и что они создали в творческом плане, находясь в таких дружеских отношениях. КОНЕЦ